Муниципальный этап второго по счету краевого фестиваля конкурса детских хоровых коллективов стартовал в декабре. Во всех школах города прошли прослушивания участников. Лучшие вокалисты получили возможность представить себя на районном этапе. К ному было много лет, он не удивлялся, что колфас за столько лет у него порвался. Тима и мать не удивлялся, что колфас за столько лет у него порвался. Войти в состав хора от первой гимназии удалось и Таире Дощан. В музыкальной школе девочка не учится, но петь и выступать на сцене ей нравится. Таира очень надеется, что их коллективу удастся стать одними из лучших. Мы волновались, когда нас отбирали. Мы все хотели попасть в вокальную группу, чтобы выступать и победить в конкурсе. По результатам районного этапа жюри определит по два лучших хора. Младших, где поют ученики с первого по четвертый класс и старшие. Это школьники пятых-восьмых классов. Чтобы стать лучшими в городском этапе конкурса, коллективы должны представить два разнохарактерных произведения, одно из которых – исполнить акапелла. Творческие способности хоров оценивают преподаватели музыкальных школ, колледжей и известные деятели культуры и искусств Кубани. Они оценивают выступления, творческие находки хоров и исполнительское мастерство. Муниципальный этап второго краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань» проходит по трем номинациям. Это школьные хоры, студийные школьные хоры и новая номинация – это хоры учреждений дополнительного образования детей. Городской этап пройдет до 20 марта. По его итогам лучшие коллективы примут участие в зональном этапе краевого фестиваля конкурса «Поющая Кубань». Он пройдет 22 апреля в Сочи. Затем победители отправятся в краевую столицу.